Кальви Лехтенин В 1990 году впервые в истории тогдашнего Советского Союза Кальви Лехтенину предоставилась возможность проповедовать Слово Божье на многочисленном духовном собрании. Осуществленные осенью 1990 года и весной 1991 года масштабные евангелизационные мероприятия «Миссия Ленинград» собрали в обществе более 150 тысяч слушателей. Посредством телевидения и других каналов информации десятки миллионов людей имели возможность услышать о том, что Бог может изменить их жизнь. Жизнь, полную заблуждений и ошибок, зла, страданий, разочарований. Бог, который более 70 лет был объявлен несуществующим, вновь через евангелиста Кальви Лехтенина заговорил к сердцам людей, жаждущих духовного возрождения. Очень часто, когда я говорю с людьми об Иисусе Христе, когда я говорю с вами, я хочу подойти к вам, обнять, сказать, сделать что-то и сказать, разве вы не видите, как это серьезно? Иисус любит вас, Он хочет отчасти, Он умер за вас на кресте, и Он приглашает вас сейчас, чтобы вы пришли к Нему. Прийти и следуйте за Ним. Реакция людей на призыв Кальви открыть свои сердца Богу была ошеломляющей. Сотни и тысячи людей выходили вперед, выражая таким образом свое желание и готовность сказать Господу «Да», отвернуться от греховного неверия и начать жить по-новому, так, как учит Иисус Христос. Такого духовного голода на Западе не видели. Часто Кальви не мог удержать слез. Заблудшие дети, возвратчий дом. Миссия «Ленинград» требовала продолжения. Поэтому практически сразу приступили к подготовке миссии «Волга-92». Кальви Лехин вновь был приглашен в качестве главного проповедника. Несмотря на проблемы со здоровьем, Кальви с радостью принимает приглашение и вновь едет в Россию, чтобы вновь доносить до людей благую весть о Спасителе Иисусе Христе. Я вижу, что сейчас в России очень велика потребность в Боге. И я чувствую, что когда проповедуется Евангелие Господа нашего Иисуса Христа, это находит очень большой отпуск. Такая евангелизационная кампания, какой была миссия «Волга-92», проводилась в России впервые и не имела аналогов. В течение шести недель корабль с тремя стами участников на борту путешествовал вниз по Волге, начиная с Санкт-Петербурга и заканчивая Ростовом-на-Дону, делая остановки в каждом из городов, лежащих на пути следования. Во время миссии «Волга-92» было бесплатно роздано 4 миллиона экземпляров книги Нового Завета и брошюры Кальви Лехтенина «Бог дает надежду», а также более 4 миллионов газет, содержащих информацию о миссии и адреса поместных христианских церквей. Сотни тысяч человек посетили собрание, проводимое на стадионах и площадях поволжских городов, и везде Кальви не уставал повторять «Бог любит вас», «Бог дает надежду». Кальване «Бог дает надежду» Продолжение следует...